В том числе на ютубе, но как обычно через 24 часа и даже чуть больше Ну то есть к утру пятницы, дня матча с Динамо, этот подкаст выйдет В любом случае приветствую всех ютуберских, приветствую твичовских, которые собрались и будут нам составлять компанию В этой, я надеюсь, приятной, ну точно для меня приятной для вас, посмотрим беседе Будем говорить про локомотив И в прошлый раз мы с тобой, когда общались, говорили про все на свете, кроме локомотива Пришло время поговорить про наш все-таки любимый клуб Ты помнишь, когда мы в последний раз с тобой разговаривали на подкасте про локомотив? Ну вот перед чемпионатом Европы, во время чемпионата Европы мы не считаемся Тогда последний раз был, по-моему, в Сочи Да, это был разговор в Сочи и у тебя есть ощущение, вот у меня, я себя поймал на мысли, что вот с того матча Сочи Который был не так уж и давно, но прошло просто какое-то огромное количество времени И локомотив с тех пор уже вообще не тот локомотив, про который мы с тобой разговаривали А видишь, как все логично получилось? Тогда мы разговаривали перед дублем Федора Смолова Сегодня мы разговариваем после дубля Федора Смола От дубля до дубля Так что в целом все логично У меня, честно, нет ощущения, что прошло очень много времени Потому что лето выдается пока еще достаточно веселым, быстрым, энергичным И пролетело достаточно быстро, но локомотив, наверное, действительно очень сильно изменился Изменилась как и общая повестка клуба, стратегия, как у нас теперь принято говорить И команда на поле Кстати, интересно будет посмотреть, сильно ли изменилась в том матче Судя по всему, да Макеев теперь у нас основной и незаменимый Вместо четвертой опции на все возможные позиции Я думаю, что клуб изменился, все изменилось Поэтому будет весело это обсудить Вот, подвел Сейчас я разогреюсь Я просто вспоминаю, да, вот ощущение от того весеннего локомотива Это стопроцентные лидеры Криховик Это стопроцентные лидеры Чорлука И такое не совсем понимание, за счет чего локомотив вот эту вот весну выдергивает из себя И побеждает, побеждает, побеждает Да, то есть вроде побеждаем, но вроде каждый раз это там, не знаю, 2-1 с каким-то валидолом в конце Но все равно побеждаем И такое вот тоже непонимание от возможностей Рифата Жамалединова на позиции десятки Мы только привыкали к нему И казалось, что... Ты решил спину показать? Понял Непонимание того, на что способен Федор Смолов, который вроде бы забивает И в том матче Сочи тоже забил Но все равно было, ну, вот такое вот ощущение, что а сможет или не сможет Ждали мы очень многого от возвращения там Антона Мирнчука Они понимали, что с Зелуишем И в этом плане, наверное, как раз особо ничего не поменялось Но общая картина, общая И даже рисунок игры Локомотива с тех пор поменялся Да, от Ромбы мы перешли к 4-2-2-2 или 4-4-2 В зависимости от того, кому как привычнее называть схемы Так что, ну вот, лично у меня реальное впечатление о том, что Локомотив за это межсезонье обновился очень сильно И кадрово, и вот стратегически, и в целом позиционирование себя в этом мире Потому что сейчас старт этого чемпионата, ну, лично меня уже как-то особо не удивляет Ну да, мы завоевали то, что мы и должны были завоевывать В то время как по весне каждый следующий матч воспринимался у меня с такой небольшой опаской Ну, мне кажется, в том числе, потому что весной был довольно неплохой такой винстрик И несколько подряд хороших матчей Поэтому ты всегда ждешь Ну вот сейчас-то, сейчас-то это должно закончиться Сейчас мы, наконец, пропустим первыми И ничего не сможем перевернуть игру Я так понимаю, по-моему, всего один раз мы за эту последнюю весеннюю часть пропустили первыми с «Зенитом» По-моему, вроде и больше не приходилось отыгрываться Да, и ничем хорошего не закончилось Мы не особо отыгрались в том матче, когда пропустили первыми Ну, я был на этом матче, это было одно из самых худших посещений стадиона в истории человечества, наверное Когда ты в перерыве заходишь в место, где можно было перекусить А там уже в перерыве ведущий предлагает выпить за чемпионство «Зенита» Ну, ты выпил? Да, хотелось как можно Я выпил, но не за чемпионство «Зенита» Потому что, да, иначе не было смысла возвращаться на трибуны Да, действительно, все изменилось Изменилась схема, изменилось Можно говорить, что изменилось руководство Потому что, если верить сейчас тем, кто пишет То тогда все Леонченко немножечко отошел на данный момент на второй план Занимается немножко другими вещами Поэтому, да, те же Тогда мы ожидали голов от Камано Сейчас мы, по-моему, не ждем голов от Камано Да, это тоже одна из тех вещей, которая поменялась Потому что по весне забивал Камано Сейчас вообще не забивает У него совершенно другие роли Особенно если по Краснодару поговорить Но отдельно про матч мы еще у меня будут к тебе вопросы И поэтому не будем особо останавливаться Поменялась ли, вот как ты думаешь Самоидентификация, понимание себя в этом мире у Локомотива То есть вот ощущение того, что по весне у Локомотива была какая-то вот такая Вот идея, что мы сейчас будем бороться Вот у нас есть там Чурлука, Креховик, Пабло И мы будем бороться за медали Теперь у нас какая-то совершенно иная концепция В рамках которой мы действуем Есть ли у тебя вот ощущение того, что Локомотив сейчас себя в этом мире Вот с этой новой командой Рангника осознает совершенно по-другому Или пока еще рано об этом говорить Ну смотри, здесь с какой стороны посмотреть То есть Локомотив в глобальном вопросе Или ты говоришь больше про команду, про игроков Про, наверное, про глобальный клуб Ну в том числе и болельщиков И болельщиков, да, конечно Я думаю, что ничего не изменилось концептуально Относительно, допустим, болельщиков Что все также ждут как минимум места в тройке Ждут хорошего выступления в Лиге Европы И в этом плане классно, что мы привыкли Что последние, сколько уже получается, 4 года Локомотив должен бороться именно за медали За место в тройке И по-хорошему, наверное, навязывать конкуренцию Зениту До последнего тура, насколько это возможно То есть вот для, мне кажется, что уже на данном Для болельщика Локомотива Единственный приемлемый результат Это не просто второе место А вот именно, чтобы еще и с Зенитом До последнего боролись Мне не очень нравится Как клуб формирует свою повестку Для того, чтобы болельщики, возможно, думали по-другому Либо, ну, я вообще не вижу никакой проекции От клуба Никакого месседжа болельщикам Мне кажется, что это достаточно странно Потому что, ну, как бы, идет перестройка Когда, я уже не помню, когда мы слышали Либо даже читали Вообще прямую речь кого-либо из клуба Я вот сегодня задумался Что, по-моему, последнее это было Мурило Вот это вот видео, которое Я читал прямую речь от Леонченко О том, что мы можем не материться на трибунах И спасать жизни детей Ну, вот, как-то Я не очень Про Беку, кажется, тоже была прямая речь Тоже о том, как он обязательно поможет нам Ну, я немножко не о том Это... Я понимаю Да Я тебя просто вижу с задержкой Поэтому не сразу вижу твои эмоции It's a little bit strange Поэтому... Ого! Ты в Лондон катался на днях? А я практически сегодня весь день общался, да На английском С утра до вечера Конфкола И поэтому Думаю даже еще периодически на английском А так, да Готовимся к трансферу За нашим Тино Давай, наверное, о самой главной новости Этого лета В преддверии старта чемпионата Это вот объявление о том Что Рангник приходит в локомотив Твои эмоции Твои мысли О том Что приходит Рангник О том, какую команду он сформировал О том, что он собирается делать И... Твои ощущения от этого Твои ожидания от этого И... Реализуются ли они? Ну, вот Я, по-моему, первые такие Водушевленные эмоции поймал Когда На каком-то из товарников По-моему, в кадр попал Рангник Что вот Он не просто съездил на Какой-то из московских матча Помните, со Спартаком, да? Да, он был На трибуне Что тогда Мы обсуждали о том Что, ну, как бы Бывает Показали Рангника Мировой общественности Что вот Будет какой-то человек Да Так или иначе Относится к клубу Устроили смотрины И тому подобное А когда человек уже приезжает На сборы Это все-таки Как мне кажется Немножко другой уровень Взаимодействия Уже тогда было ясно Ну и, конечно, когда Было официальное объявление Это какой-то Момент Очень большой Хоть и сдержанный Но прям такой Эйфории Радости Что Как так можно За год Вот Василия Александровича Кихнадзе Прийти И дойти До Рангника Команда Рангника Не смущает ли Потому что Рангник Понятно Рангник Это фигура С мировым именем Рангник Это человек Которого можно Просто показывать И под него Будут приходить Футболисты Благо он себе Создал Репутацию Но вместе с ним Приходят люди Про которых Мы Либо ничего не знаем Либо знаем Ну вот По крайней мере В российской прессе Про Цорна Абсолютно в негативном свете И Положительных Каких-то В его сторону Комментариев Мы Я вот ни одного Так и не нашел Я правда не нашел И Каких-то вот Прям вот Серьезных Аргументированных Вещей против Цорна Сколько я не читал Да я Понятное дело Что человек у нас Со Спартаком Связанный Поэтому очень много Там всего Со всех сторон Льется Но когда я пытался Найти Какие-то Аргументированные Источники Которые бы Описывали работу Цорна И Говорили в чем Собственно говоря Его работа не удалась Там были в основном Такие что Вот он Продал Зе Луиша И Адриану А купил Ларсона И Понца И кто скажет То что Это для Спартака Пошло на пользу Ну вот что-то такое Вот там было В общем Не совсем Системные Исследования Творчества Цорном Спартаке Было Есть Меккель Есть Виленхайм Или Как там его Который Работал в Байере Есть вообще Таинственная фигура Меркеля Который Пришел Ушел Есть человек Который Из Мексики Приехал Для того чтобы Медицинским Каким-то Научным штабом Управлять В общем Сколько я не пытался Нарывать информацию Про этих людей Но вот кроме Меккеля Который более-менее Известен Потому что работал В Германии В том числе Работал с Рагником Информации О них Ноль Вообще Ничего неизвестно Ничего непонятно Что вот Ты думаешь О том Кто будет Глазами и ушами Рагника В России Ну На самом деле Мне кажется Что даже Этот список Это далеко не все Исходя из того Что я Прочитал И послушал От Рагника В его Вот этих Вебинарах Интервью Какому-то Немецкоговорящему Изданию Когда он Как раз Рассказывал Про то Что в планах Создание Вот этого Консультационного Агентства Я уверен Что Вокруг него Будет гораздо Больше Людей В том числе Тех самых Ушей И глаз Вообще В различных Странах В различных Лигах И Мне Как бы Безусловно Круто Что Локомотив Стал таким Первым Проектом Можно сказать Какой-то там Флагманским Не знаю Получилось ли У плутника Выбить какой-то Может быть Эксклюзив На первый Год Два Если да То это тоже Конечно Очень круто Относительно Штаба Ну Сложно что-то Сказать Действительно Нет ничего Ни В гугле Нет ничего Ни на фейсбуке Ни на Линкдине Толком Клуб Нас тоже С ними Ну Особо Не знакомят Там Насколько я понимаю Даже Сколько помню В этой Заметке На сценном сайте Даже фотографий Не было Просто Список Фамилий Ребята Ищите Дальше Сами За все Это Время На Спортс 24 Была Вот эта Заметка С этим Мексиканцем Который Рассказывал О том Как ему Польстило Предложение Рагника Как он Сверкая Пятками Побежал В локомотив И как он Будет Нацелен На Индивидуальное Развитие Футболистов Вот это Все Абсолютно Все Что мы Услышали Про штаб Вспоминая О том Что уровень Спортивной Журналистики В России На Невероятной Высоте Или как там Было сказано В каком-то Из телеграм Каналов Я вообще Даже не уверен Что это Говорил Это самый Человек Они просто Решили Сочинить Такую Прекрасную Статью Поэтому Ну сейчас Глаза И уши Это Судя по всему Тот С кем Рангник Сидит Рядом На стадионе В одной Ложе Прям По правую Руку От него Сидит Томас Сорн И я так Понимаю Это сейчас Такая Связка Которая Должна Работать В данный Момент Над Еще одним Трансфером Или не Одним Очень много Рангник Посещает футбола На Сапсан Арене Что довольно Забавно Его видели Лично я Своими глазами На матче Казанка Шинник Потрясающий матч Я думаю Что лучшего футбола Рангник В своей жизни Еще не видел Был он На М лиге Молодежный состав Был он На женском футболе Что вообще Наверное Удивительно И странно Могу поделиться Своими впечатлениями Вот от того Посещения футбола Когда Рангник Сидел от меня Где-то в 10 метрах Он Наверное Среди всех Кто Окружал его Футбола Смотрел Больше И дольше всех То есть Он Пришел Примерно Вместе со мной Я как обычно Опоздал Минуты на 3 На 10 К старту матча Сел на Вот эту Вип-трибуну Стал смотреть Потом к нему Подсел один Потом подсел другой Потом отсели Потом Томас Цорн Куда-то убежал Наверх Потом подсел Вот человек Которого потом Объявили Как Виленхайм Судя по всему Потом и он Отсел Ну короче Вот Рагник В итоге Смотрел Футбол Практически непрерывно Уходя только На Перерыв На вот эти 15 минут Чайку видимо Попить Все остальные К нему Постоянно Подходили Уходили Леонченко Подходил Уходил Цорн Подходил Уходил Скауты эти Подходили Уходили В какой-то момент Агент Артемов Которого узнали У меня на стриме Подходил Уходил А на следующий день Объявили Про Наира Текнезяна Ну в общем Многое всякое Происходило А Рагник Просто Тупо Пришел Посмотреть На футбол И что-то Записывать В свой Блокнотик Не знаю Я что он Увидел В матче С Шинником Но Лично я Увидел Только Безнадежность Серость И Тлен Этого мира Очень хотелось Поскорее Уйти И посмотреть Что-нибудь Более веселое Как тебе Консультационная Роль Рагника Будет ли она Ему Мешать В Локомотиве Ну вот Видишь Что значит Консультационная Роль То есть Что Он Судя по всему Даже сам Как-то не хочет Ассоциировать себя С клубом То есть Там нет Никакой фотографии Где он Шарфик держит Либо там Посещает Матч Как это Можно сказать Назвать Ну конечно Я не думаю Что он бы ходил На матче В спортивном костюме Либо В штанах С эмблемой Адидасских С эмблемой Локомотива Но То есть Человек Достаточно Дистанцирован Но В то же время Мне кажется Что действительно Сейчас Практически Там Все свое Около Рабочее время Он уделяет Локомотиву Возможно Это даже Больше Чем Некоторые Кто Работают В клубе 24 на 7 Поэтому Ну мы не понимаем Никакой Какая у него Роль до конца Поэтому Конечно Мы сейчас Можем с тобой Обсуждать Но это все равно Будет Таким Пальцем в небо Конечно Когда там Через 5 лет Кто-нибудь Даст интервью И расскажет Что вообще Шарлатан Только ходил На казанку И женский футбол И как бы Все остальное Это привел Цорн Либо вообще Там по каким-то Контактам Леонченко Ну Все домыслы Все Очень непонятно Нет никакой повестки Ни от клуба Ни от руководства Я так понимаю Что там Даже тем же Футбольным биге Никто толком После матча На радостях Ничего не рассказывает Что О назначениях Мы также Узнаем Из каких Телеграм-каналов Что-то сбывается Что-то не сбывается Ну Действительно Что Ушел ли Действительно В действительности Меркель То есть Кажется Что да Клуб Никак это Не опровергает Никак не подтверждает Хотя У него Есть достаточно Четкая Должность В клубе И как бы Странно Что если он С этой должности Ушел Почему Болельщикам Это не обсуждает Не говорят Не Не объясняют С ними никак не обсуждают Конечно Судя по всему Сейчас есть Некие Приближенные К клубу Болельщики Наверное Они это знают Но Достаточно 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 Канала Взаимосвязи Между клубом И Теми людьми Хоть и не многочисленными Кто ходит на стадионы И болеет Возле телевизоров Мониторов И Смартфонов Мне кажется Что нет Поэтому Ну Круто будет Если Все Действительно Получится Будет Меньше Вот этих Вот преград На пути К Трансферам На пути К Там Осуществлению Какого-то Тренировочного Процесса Либо внедрение Каких-то Новых Технологических Фишек Как в тренировочный Процесс Так и В Метод анализа Игры Я По-моему Как раз Вот в том Текстовом интервью Было в том числе Сказано Что Огромное количество Новых Каких-то Технологий И инструментов Используется Рангником Моего команды Для оценки Там и тренировочного Процесса Я Мне кажется Что это все Тоже должно Прийти в локомотив То есть не просто Там по катапульту Это Вот этот вот Как это Назвать Статистический Манишка Которая Надевается Под футболку С GPS датчиком И подобным Ну и прочие Там Насколько Читал В этой сезоне Там Пассажи Испытывают Какие-то Камеры Они повесили Что-то Около Тридцати Трех Штук Вокруг Тренировочного Поля Которые Там Сканируют Пространство Считают Среднюю Там Скорость И количество Рывков За тренировку И тому подобное Я думаю Что Рангник Как Хороший Такой И тактический И технический Гик Должен Все это Тоже В локомотив Приводить Но Мы этого Ничего не знаем Это все остается Внутри команды И это Немножечко грустно Очень хочу Очень жду интервью С кем-нибудь Из локомотива Особенно Кто ответит Небанальными Фразами Я когда смотрю На наше Тренировочное Поле Которое Вот это За стадионом Такое За забор За заборчиком Сеточкой Обвешанной И скамеечками У меня есть Определенные Сомнения Что там Собираются Какие-то данные Что там И проводится Какая-то Научно-аналитическая Работа И в целом Сейчас тренировочные Мощности Локомотива Представляют собой Довольно Грустное Зрелище Я прям вот Представляю Как привозят На Нашу Арену Какого-нибудь Очередного Допустим Тино Анжорино Анжорино И показывают ему Так Ну вот это вот Стадион Вот здесь ты будешь Играть А вот это вот Поле за Сеткой Рабицы И это вот Тренировочное Поле Локомотива Оно одно Единственное Да Ну а зачем тебе Больше Собственно говоря А вот в Локоспорте Там 5 тренажеров Поставили мы Там ты будешь Заниматься Своей физической Подготовкой Ну в общем Очень надеюсь Что базу В Баковке Которую Уже давно Достаточно Закрыли На ремонт Наконец-то Сделают Вроде как Ремонт Этот самый Там идет Но Пока Не ясно Когда же Все-таки Локомотив Вернется На Более-менее Адекватное Обособленное Пространство Потому что Здесь Да у тебя Тренировочное поле Через дорогу Автошколу Если ее не закрыли Через другую Дорогу Сапсан-арена Где дети Играют Там В общем Огромный Проходной Двор Не совсем То что Нужно На самом Деле Футбольной Команде Для того Чтобы Готовиться К матчам У меня Есть еще Два Вопроса Закрыли Жалко Как У меня Есть на самом Две Два Вопроса Еще Касательно Рагника Первый Тоже На твои Собственные Ощущения Вот Лично У меня Возникло Вот это Ощущение Я себя Недавно На нем Поймал Локомотив Еще Там Условно Говоря В конце Весны Да Когда там Общение Плутника С болельщиками Происходило Он особо Не предполагал То что У локомотива Будет Рагник И будет Совершенно Иная Модель Работы И управления То есть Вот этот Разворот На Рагника На немцев На Продажу Всех Старичков И Покупку Молодых Для последующей Перепродажи Причем Вот здесь И сейчас Срочно А не Когда-нибудь Тоже было Который Да Мы готовы Мы хотим Развивать Продавать Но Когда-нибудь Потом А сейчас Давайте Манджукича Возьмем Вот У меня Полное Ощущение Что это В какой-то Момент Возникло Где-то Может быть На чемпионате Европы С кем-нибудь Там Плутник Пересекся И такой Ого Так это Можно Прямо Здесь И сейчас Сделать Давайте Делать Есть у тебя Такое ощущение Или все-таки Это вот Эволюционная Модель Развитие Мы к ней Шли 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 И пришли И в итоге Поставили Рангника Ну по-моему Есть один Трансфер Который Говорит О том Что Локомотив Изменился Прямо В течение Одного Трансферного Окна Это Ты про Нинахова Ну конечно Да То есть Непонятно Вообще Зачем Это было Нужно Почему Это такая Приоритетная Цель Была Почему Столько В том числе Средств Потратили Возможно Сейчас Именно Их Не хватает Там Для Подписания Прямого Контракта С кем-то Из Кем Мы готовы Усиляться Прямо Сейчас Очень Странный Трансфер Который Я не думаю Что Вот И исходил От Этой Немецкой Бригады И Даже Взять Тех С кем Локомотив Интересовался Кого Готов Был Отпускать Мне кажется Что Сильно Все Изменилось По Срокам Я не очень Хорошо Помню Когда Ну вот Да Наверное Действительно Где-то Ближе Когда у Нас В начале Наверное Июля Ну 1 июля Это был 1 июля Был второй Сбор Начался У нас Прямо 1 июля Можно Наверное Где-то По этой Части И проводить Отсечку Я еще Вспоминаю Интервью Марка Николича Который Вдруг Перед этим Самым Вторым Сбором Сказал О том Что у нас Была Самая Старая Команда А станет Самая Молодая Команда И тогда Это прошло Как-то Вот так Вскользь А потом Мы вдруг Увидели То что Походу Не просто Так Марк Об этом Говорил Ну Раз уж Мы Затронули Тему Марка Я вот Это Наверное То о чем Хочется Сказать Громко Вот мы Говорим О том Что команда Настолько Изменилась Что Другие Лидеры Но Мне кажется Что Нельзя Обойтись Без Респекта Перед Николичем Потому что Ну вот Если брать Просто чуть Больший Отрезок Даже Ну Когда Тебя Приглашают В клуб Что Говорит Руководство Почему Он Именно Марка Должен Присоединиться К локомотиву Его же Как-то Уговаривают Я так Понимаю Что Ему Действительно Было Обещано Какое-то Усиление Состава Что Там Несколько Игроков Под Твоей Под Необходимые Позиции Приведем Там Будет И бюджет И усиление А потом Начинается Сезон И Заканчивается Точнее Даже Предыдущий Сезон Начинается Следующий И после Этого Уже Практически Третий Сезон И Каждый раз Марка В новой Ситуации Каждый раз У него Отбирают Людей На которых Он Строил Свою Игру Еще Два Месяца Назад И Каждый раз Это Какие-то Новые Находки Новая Схема Это Действительно Очень круто А с другой Стороны Дай за не перебью Много раз Слышу Подобные вещи О том Что бедный Марка Который У него Постоянно Состав 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 Меняется Никого Нового Не Покупают И Все Такое С другой Стороны Я вот Каждый раз Задумываюсь О карьере Марка Николича И он По сути И в целом В Европе Это нормальная Ситуация При которой У тебя Постоянно Уходят Лидеры Ты берешь Новых И делаешь Из них Новых Лидеров Потом Они Уходят И так Далее Ну Условно Говоря Партизан Он же Никогда Не был Не был Командой Которая Собирает Держит У себя Лидеров Покупает Каких-то Там Супер Крутых Старичков И Этим самым Пытается Чемпионат Выиграть То же самое У него Не было И в Фехерваре Да У него Там была Достаточно Пожилая Команда Но Тем не менее Это все равно Не команда Которую Там Они покупали Каких-то Ярких Футболистов Которые Делали ему Результат Нет Он просто Брал И пытался Каждый год Из новых Бревен Которые ему Подвозили Делать Новую Команду То есть Это Как бы В Европе Мне кажется Для тренера Это не было бы Каким-то Знаете Ну если это Не гвардиолог Конечно Если мы не говорим Про топ тренеров А говорим Просто про Людей Которые Работают Вот в таких Клубах Средней руки Клубах Доноров И там Вот Чтобы тренер Обижался Что вы Вот вы продали У меня там Алексея Мерончука Кем мне играть Вы продали Краховика Кем мне играть Мне кажется Такое просто Невозможно Представить Ну хоть Вылечить Антона Изэ Можно требовать Вылечить Стоит Уже Когда-нибудь Хотя бы Кого-нибудь Потому что Как Как мы Как я и боялся Вот у нас Я помню Мы подкасты Эти делали О том Что Антон Получает Травму Пятый Плюсневый И теперь Эта травма Ему покоя Не даст Сейчас вроде Как приводящая мышца Но вот этот вот Фантомный Антон Который вроде Есть А вроде Нету Фантомный Зе Луиш Который вроде Есть А вроде Нету И Люди Которые попадают В лапы Нашей медицинской Службы Они вроде Есть А вроде Бо их Нету И вот Новая Ласточка Вроде Уже Новый Медштаб А Мурила Вроде Есть И вроде Бо должен Был Быть Готов К Зениту А вроде Его И Нету Хотя На трибуне В матче С Краснодаром Мы его Видели Улыбался Очень натужно С отцом Сидел Да Тут вопросов И не было Хочется Конечно Здоровья И Антону И Зе Надеюсь Для них Сезон Еще не потерян Потому что Я думаю Что Оба В хороших Кондициях Бы сейчас Пригодились Локомотиву Но Самое Время Наверное Тогда К трансферам Перейти Обсуждению Не У меня Был Еще Вопрос Про Марка Николич Это Вот Вторая Тема В контексте Рагника Тоже Очень много Постоянно Идет Разговоров О том Что Рагник Это Тренер Руководитель С определенной Тренерской Концепции И тренер Он был Абсолютно С Одним Типом Мышления То как Надо Играть Футбол И есть Марка Николич Способны Они Вообще Вместе Сработаться Или Нам Ждать Первого Провала Марка Николича Для того Чтобы Рагник Сказал Что Нужно Поставить Кого-то Еще Думаю Что Скорее Второе Я Скорее Верю Тем Кто Говорил О том Что Не все Так Гладко В их Взаимоотношениях Но Это звучит Достаточно Логично Что Человек Приходит Полностью Перекраивает Под себя Спортивную Составляющую Клуба И Фигура Главного Тренера Здесь Самое Важное Относительно Того Что Должны Совпадать Должно Совпадать Мышление Должно Совпадать Видение Должны Совпадать Какие-то Цели Перспективы Но Могут Ли Они Сработаться Думаю Что Да Будут Ли У них Противоречия Скорее Всего На самом деле Тут же Хорошо Нам Палыч Рассказывал Хоть И После Уже Уже Сильно После того Как все Эти события Происходили Но Говорил Что Просто Задача Когда У них Были споры Между ним Штофельс Хаусом Он Даже Его Там И Как-то Отмечал И Про Геркуса Говорят Что Мы Действительно Спорили И спорили Ожесточенно О каких-то Вещах Но Все Это Было На благо Локомотива Что Какая-то Разница Во взглядах Это Абсолютно Нормально И Важно Из нее Выйти С Самым Правильным Решением Самым Правильным Посылом Поэтому Мне кажется Что Марко Готов Подстраиваться Готов Где-то В чем-то Наверное Навязывать Свои Идеи И Доказывать Их На Поле Поэтому Я думаю Что Действительно Рангник Изначально Хотел Сменить Тренера Но Так получилось Что Контракт Только Переподписан Явно Это было Абсолютно Ненужно Клубу И Я думаю Что Во всяком Случай Кажется Что Здесь Про локомотив Ты ничего Ни в чем Не можешь Быть уверен Ну Вот Ноль Информации Вот Просто Тут Только Телеграм Галочки Спасают Твиттер Галочки От Иностранных Источников Потому Что Российским Тоже Не веришь У тебя Появилась Симпатия К Марко Николичу И желание Того Чтобы У него Все Получилось И чтобы У Рангника Не было Повода Менять его На какого Нибудь Рандомного Немца Чтобы Мы С Николичем Отпраздновали Чемпионство И пошумели В Лиге Чемпионов Или же Ну Вот Год Он Отработал Да По сути Ну Чуть Больше Года Ну Приехал Показал Себя Уехал Давайте Следующего Посмотрим Появилось Вот Наверное Причем Не так Давно Может Быть После Какого То Интервью Может Быть После Какой Там Прямой Речи Вот Мне кажется Как-то Щелкнуло Потому что Ну До этого Первые Полгода Вообще Понятно Что Ничего Не понятно Второй Сезон Да Здорово Но Все равно Практически Там Заваленная Осень В которой Если бы Не Очень Крутые Матчи В Лиге Чемпионов Блин Готов Приходить Каждый Стрим Говорить Что Мотив Крутый Играл В Лиге Чемпионов Все Три Года И Вот Потом Да Вот этот Ромб Мухин Забивающий Комано Тоже Непонятно То ли Случайность То ли Действительно Марко Вот Те самые Знаменитые Зимние Сборы Николича Ну Вот Мне кажется Да Щелкнуло После каких-то Слов Когда он В очередной Раз Начал Защищать Команду Брать Где-то Что-то Ответственность Там И на себя Ну Вот Я Сейчас Не вспомню Но Да После Каких-то Слов Да Вот Щелкнул Что Марко Марко Один из Нас И Очень хочется Чтобы у него Все получилось Окей Давай Пробежимся По Трансферам Есть ли тебе Что-то Еще Дополнить Про Нинахова И Есть ли тебе Что Сказать Про Зиновича Про Зиновича Вообще Ничего Не Не Мои Не Моя Сфера Деятельность Ежескаутинга Я Не так Силен В молодых Футболистах Как Ты Как Тот же Паша Который Отсматривает Все матчи По-моему Юфэл Или Вообще Школа Там С Одиннадцатилетнего Возраста Не понимаю Как вы это делаете Поэтому Про Зинович Ничего Не Шикар Не Нахал Юфэл Сегодня Раков Пять голов Забил У него Есть матч В котором Он забил Четыре гола Есть матч В котором Он забил Пять голов Еще один матч В котором Он забил Один гол И Несколько матчей В которых Он вообще Ничего не забивал Но при этом Он там С двукратным преимуществом Над ближайшим Преследователем Идет И он не нападающий Если что При этом Ну такой В пятницу Его ждать В основе Думаю Что Нет Потому что Матч выездной А Мальчики Которые подают Мячи Они только В Черкизово Еще Их Их теперь Еще из-за Ковида Гораздо меньше Что Еще Ну Нинахов Ну Нечего Здесь говорить Надеюсь Что Найдется Клуб Который Возьмет Его в аренду Может Даже Выкупит Там Спартак Подписал Уже Себе Право Защитника Может Спартак Получится Не понимаю Зачем Абсолютно Причем Я не понимал Ни в момент Подписания Ни сейчас Зачем То есть Ну Вот Ровно Как я не понимал Когда подписывали Живоглядова Ровно Все то же самое Только сейчас Он еще и не играет Поэтому Давай На что-нибудь Более позитивное Пойдем дальше Нам теперь нужно Двоих пристраивать Раньше Нужно было Только одного Живоглядова Теперь нужно пристроить И Живоглядова И Нинахова Да При том что Сильянов И Рыбчинский Просто лучше Примерно Во всем Ну то есть Живоглядов Да Действительно Сильнее всех Как Дефенсив Защитник Вообще Не согласен Я в итоге Абсолютно Разочаровался В Живоглядове Именно как в Дефенсиве Но Он начал По крайней мере Какие-то передачки Вперед выдавать Которые мне нравились То есть несколько вот таких вот неплохих Передач внутрь штрафной Именно Из глубины Какие-то такие разрезающие У него стали идти Несколько раз Они почти проходили На Смолова Чем меня Несказанно удивлял Но вот как Оборонительный Оборонительная опция Я в Живоглядове Абсолютно разочаровался Ну а вот эти вот Его коронные Прострелы в подкатах Ну это уже Это Третья да Часть Это Когда он уже добежал До чужой половины До чужой третьей поля И нужно сделать передачу Вот куда-то Внутрь штрафной Там тоже провал Но вот Я говорю О разрезающих Передачах Вот неожиданно С этой стороны Для меня Живоглядов Открыл себя С новой стороны Которой Которой я у него Не предполагал Навесы все еще За ворота Прострелы До первого Защитника В падении В обороне Постоянный Просто провалы И ноль Заблокированных Подач Но вдруг Неожиданно Он начинает Из глубины Выдавать вот эти вот Передачи за спину Защитникам На которые Теоретически Могут открываться Наши нападающие Но к сожалению Не хватает Скоростенки И понимания Ну в целом Мы друг друга Ни к чему не противоречим Да Рыбчинский и Сильянов Это Две первые опции Я вообще абсолютно Не понимаю Как их марка Выбирают Может быть И вообще даже не он Может быть Какой-то генератор Случайных Ну да В том числе Сейчас Да это тоже забавно Что у нас сначала Сильянов Потом Живоглядов Неожиданно на Зенит Это потом Рыбчинский Точно так же Неожиданно на Краснодар При Ну просто Абсолютно Никакой логики В этом нету Просто вот Ну давайте По очереди играть Я могу вас Выпускать по очереди У меня вас много Давайте играйте Ну И все равно Видишь Даже Даже в этой логике Никто не ждет Ни нахова В пятницу Ну вот он А вдруг Надеюсь Он не смотрит Ну Я не понимаю Зачем Вот он нужен Пойдем дальше Пожалуйста Вот прям Вот мне эта тема Она прям заводит Ну вот как Ну зачем Ну давай дальше Потому что это абсолютно логично Дальше Тикнезян идет И Если и была Какая-то логика В подписании Ни нахова То это дублирование Позиции Рыбуси Ни нахов играл Левым защитником Не так Наверное Много Как правым Но достаточно У него там были Целые сезоны Когда он проводил Именно левым защитником Но после этого Приходит Тикнезян Причем за Ну Сумму Превышающую Стоимость Ни нахова Неизвестно Сколько Но она Превышала Стоимость Ни нахова И тем самым Полностью Блокируется Даже малейшая Опция Появления Ни нахова На поле Как тебе Тикнезян Стоило ли Его Вот за ним Так гоняться После первого Отказа ЦСКА И вообще В целом Что ты думаешь По этой ситуации Достаточно На всклыхнувшей Футбольной Общественности Болельщиков Да Есть даже Ощущение Что Комано Учитывая Как он играет Последние матчи Это Наиболее Предпочтительная Опция Налево После Рыбуса И Тикнезиана Чем Ни нахов Но Мне Очень нравится Еще И в прошлом Сезоне Я достаточно Так получал Что много Видел Мачи ЦСКА Где он Здорово Играл Поэтому Я Обрадовался Из окна Квартиры Смотрел Не У меня Кстати Вот не видно Табло Видно Очень хорошо Слышно Было Когда было Больше Болельщиков Но не видно Я С другой С другой стороны Здания А так Я Не Я Я пытался Спасти Но Придется Просто Признаться Что ты Часто Ходишь На стадион ЦСКА Смотреть Футбол Не Вообще Кстати На ЦСКА Ходил Только У меня Дедушка Болельщик ЦСКА Я Вот С дедушкой Стараюсь Несколько Раз В Году Выбраться На стадион Но Раньше Было Удобно Что Еврокубки На Лигу Чемпионов На ЦСКА На Лигу Европы На ЦСКА Сейчас уже К сожалению На Еврокубки С ЦСКА Не сходишь Поэтому я думаю Что да Выберу Какой-нибудь Матч И схожу А так Вот Постоянно И не получается И нет Возможности На ЦСКА Хожу Меньше Всего На стадион Да Я даже На этой Домашке На этой Домашке В этом матче ЦСКА Локомотив Имея билеты Тоже даже Не попал На стадион Потому что Немножко Другие планы Сказались Возвращаясь К Технельзя Крутой Трансфер Относительно Того Что это Не легионер Сомена Рыбусу Который По-моему Абсолютно Точно Уйдет В конце Сезона Достаточно Логично Мне кажется Нету Ну Саможников И Эти к нельзя Наверное Два Самых На данный момент Сильных Молодых Левых Защитников Чемпионата Понятно Что вопрос Стоимости И Это Достаточно Важно Но Мне кажется Что Какие-то там Взаимоотношения Веб Плутник И Там Особенно В свете Перехода Мухина Они Как-то Сказываются Не верю В 5-6 миллионов Думаю Что меньше Возможно Какими-то Другими Траншами Поэтому Хорошо Надеюсь Что Наир Заиграет И Станет Нашим Основным Левым Защитником Я Конечно Хотел Б Туда Кого-нибудь Более Дикого Мне Все Еще Нравится Как Играют Блин Нельзя Говорить Что Мне Нравится Аир Потому Что Он Отвратительно Начал Сезон Но Вот Формация Такого Крайнего Защитника Который Живет На чужой Половине Поля Постоянно В каждой Атаке Предлагает Себя Простреливать Подает Наводит Суету Как Айртон Здорово Играл Против Локомотива В том матче Прошлого Сезона Когда он Потом Еще Великолепно Удалился Но В самое Начало Вся Опасность Спартака Сходила От него Раз за Разом Он Переигрывал Нашу Оборону Будет ли Таким Те князиан На данный Момент Нет Но В перспективе Все возможно И Конечно Хотелось бы Наверное Те легионера Но Пока Лимит не отменили Те князиан Welcome To the club Исчерпывающе Я думаю Что по Те князиану Тоже Довольно Сложно Что-то Сказать Больше Он Играл За ЦСКА Но не то Чтобы Прямо Основной Левый Защитник И сейчас В ЦСКА Его заменяет Обликов И в целом Такое ощущение Что ЦСКА По большому счету В качестве Игры на левом фланге Сильно Не потерял И ничего у них Не изменилось Как играли Так и играют Посмотрим Те князиан Мне видится Довольно Неплохой опцией Если исходить Из россиян Но если у нас Вдруг Неожиданно Продавливается Отмена Лимита Либо его Послабление Либо еще что-то То я бы Тогда уже Наверное Вообще Вообще Не рассматривал Позиции Крайних Защитников Как Лимитные Позиции Ну то есть Вот есть Рыбчинский Есть Сирьянов Окей Этого Достаточно На левый край Давайте искать Лепшу Который Может Очень здорово Действительно Дать качество На этой позиции Как его Например Дает Рыбус Абсолютно Стабильный И очень Универсальный Игрок На которого Можно положиться Несмотря на все Перипетии С медицинским Штабом Человек Просто Выходит И играет Выходит И играет Повреждения Все равно Через 5 дней Выходит И играет Против Краснодара Ничего страшного Но дай бог Рыбус Красавчик Человек Полтора сезона Был Одним Левым Защитником В клубе И Не то чтобы Это сильно Сказалось А до этого Его сменщиком Был Брайан Эдолу Брайан Эдолу Топ Собственно Тикнезиан Мне тоже кажется Что может стать Топом В таком плане Потому что У него очень хорошо Подвешенный Язык И он очень Такой Самый ироничный И Будь у нас Чуть покреативнее Медиа службы Я думаю Что Можно было бы Ожидать В ближайшее Самое время Использование Активное использование Наир Тикнезиана Вот именно В каких-то Медиа Активностях Потому что Он очень активно Очень здорово Идет на контакт И Многое может В этом плане Дать Тогда Бека 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 Как тебе Вот эта Эпопея Двухнедельная Если не Дольше Видишь Видишь Опять же Можно Конечно Сейчас Опять Скажешь Что Я Душнила Ангажированный И Предвзятый Ну блин Мы даже Не знаем Как Правильно Бека 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 Можно было Как-то Обыграть Это в ролике Ну это Конечно Душнила Да Безусловно Душнила Да Бека Бека Я посмотрел Матч 7 миллионов Кан Вторая лига Вот это все Олимпийская Сборная Френции Я по-моему Смотрел этот матч Даже В Лаве Не помню Зачем Но Тогда Конечно Он не сильно И Не сильно Выделялся И Достаточно Так себе Сыграл Понимаю У нас Слухи О нем Начались Сильно Позже Хорошее Сообщение В чате Бека Бека Пойдет Трансфер Очень Интересный И Вот Не Того Что Нет Того Чего Ты Ожидаешь От Практически Всех Российских Клубов Ну Я не Вижу Чтобы Кто-то Еще Готов Было Сейчас Потратить 6 плюс 1 миллиона За Парня Из Лиги 2 Ну Абсолютно Точно Что это Вот Как раз Тот Самый Рангник Вижен Я не так Много Знаю клуб Который готов Потратить Примерно 4-5 Миллионов За Правого Защитника Из одной Из последних Команд Бельгии Ну Блин Я тоже Знаю Тот клуб Я посмотрел Эту нарезку Которую Сейчас Форсили В твиттере Где он Там 8 раз Приводит Опасные Моменты В двух Матчах Прикольно А еще он Рыжий Не очень Люблю Таких У Бека Бека И еще И прическа Веселее Может он Как Коману Потом Подстрижется Через полгода И начнет Забивать В каждом Матче Ну Блин Классный же Трансфер Интересно Ждешь Какое-то Видео С тренировки С ним Очень Интересно И Ну блин Вот реально Я много Уже Про Бека Бека Говорил И делал Нарезки Я Не могу Раскусить Что же В нем Понравилось Клубу Что понравилось Рагнику Не могу Я вот Смотрю На Бек Кубика И Я Вижу Абсолютно Ну Такого Достаточно Стандартного Молодого Человека Которого Можно найти В любой Лиге В любом Там Топ Команде Какой-нибудь Там Не знаю Митти Юланда Наверняка Есть И вот Как сейчас Бронбю играет С С Лимоне И Френдрупом Правда Уже Проигрывают Но В целом Против Зальцбурга Не так уж И зазорно Проигрывать Мы например Вполне себе Это сделали И для меня Вот это Самое Наверное Сейчас Интересное В Беке Посмотреть На него В играх Посмотреть На него В тренировочном Процессе Вот то Что покажут Может быть Нам же Какие-то Сторис Дают Что-то нам Пытаются Показать С тренировок Вот Раскусить И понять Этого Беку Уже Вот когда Буду смотреть На него Полноценным Взглядом Болельщика Локомотива Который Ну понятное Дело Мачекана Полностью Отсмотреть Довольно тяжело Их просто Банально Найти сейчас Невозможно В сети Локомотив Я буду смотреть И соответственно Может быть Я пойму Все-таки За что же Зацепился Взгляд Именно в этом Игроке Что за него Были готовы Отдать 6 миллионов Евро Бонусы И еще и Процент с продажи Вот как-то вот В этом плане Для меня Наверное Сейчас самое интересное Но при этом На 95% Я уверен То что В этом полугодии У него Конкуренцию Выиграет Куликов Ты что думаешь По этому поводу Будет ли он Играть сразу Или Ну вот Такое приобретение За 6 миллионов Евро Наверное Хочется Чтобы он Играл сразу Но при этом Парень молодой Адаптация И все такое Мне Кайф Смотри Сейчас я Смотрел Уже и по Желтым карточкам У нас Вот уже Скоро Начнется Когда Футболисты Начнут пропускать Матчи В том числе Там есть Дисквалификация И сейчас у нас Еще и Лига Европы Это Два матча в неделю Нету Вот Как По-моему Частичку Я стрим Отвы услышал После Краснодара Что вот Есть вот эта Четверка Едва Макеев Куликов Баринов В которой Если кто-то Выпадает То единственная Опция Это Пабло То есть Выпадает Баринов Макеев Идет наверх Пабло Становится Вторым Центральным Защитником Выпадает Макеев Пабло Просто становится Центральным Защитником В середине Ничего не меняется Вот сейчас Мне кажется Вот начнутся Те игры Когда Конечно Здоровье Большое И Диме Баринову И Даню Куликову Надеюсь У них будет Сезон Без травм Без Дисквалификаций Но В реальности Это практически Невозможно Поэтому Вот это Бекка Бекка Первая опция На то Что подменять Не так что Я думаю Что Не сильно Понятно что На замену Конечно он будет Выходить Наверняка Его будут Использовать Просто потому что Он не станет Вот сразу Ядром Локомотива В пару Там не знаю Баринов Бекка И поехали А дальше Если уже вдруг Что-то с ними Происходит Тогда их подменяет Куликов Вот мне кажется Что первые полгода Вообще не стоит Такого ожидать И Это я думаю Еще и очень сильно Повлечет вопросы Болельщиков И степ Вот этих вот Наших доброжелателей В телеграммах Которые будут Говорить о том Что вот купили Мы за 6 миллионов Человека Который сидит На лавке И проигрывает Конкуренцию И Очередной удар По репутации Ранника Так сказать Ну Я безусловно Не считаю Что вот Все это Замена Краховику И сейчас Человек будет делать Один плюс один В каждом матче Даже Камано Который Приезжал Постарше Достаточно Тяжело Адаптировался И в команде И в России И вообще И на футбольном поле Я тоже не жду Супер Игры Супер Прогресса Прямо сразу Но Опять же Мы склоняемся К тому Что очень Важно будет В том числе И медийно Отыгрывать Эту историю Что Прямая речь Кого-то из руководителей Может быть Тренера Что Немножечко Дать понять Что это не игрок Который Завтра Будет решать игры Вот как помнишь В том числе Про Опять возвращаясь К Спартаку Про этого Про Хендрикса С самого начала Наговорили О том Что вот Способен сыграть На всех позициях Супер Универсал Все Все что можно Делает И вот теперь От этого страдает Нужно все объяснять Все вот Кто-то должен Сказать Донести болельщикам Что Это Трансфер В том числе На перспективу Я больше Про Зиновича В этом контексте Вспоминаю Потому что До сих пор Постоянно спрашивают А где Зинович А почему не выходит Зинович Ну Зинович Ну купили же Зинович А давайте посмотрим На Зиновича А парень 2003 года рождения Из белорусской лиги Он до сих пор Не понимает Где он оказался И как ему Играть в футбол И его бы сейчас В М-лигу бы заявиться Вот его там Сейчас наверное Будет Хорошо бы обкатать Но ладно Пускай в Казанке Немножко Поиграет По крайней мере Тоже Опыт какой Но точно Совершенно В ближайший год Два Его рядом с Основой Ждать не стоит Анжарин Че думаешь Ну Я уже считаю Что он Наш родной Уже Я являюсь его Персональным Болельщиком Ну Блин Дичайшие Очень понравились Нарезки По всему Как человек Двигается Куда смотрит Как отрабатывает На очень высоком уровне Но тут на помощь Пришла нарезка Против Краснодара Где Очень здорово Все своему Все Вперед Если не вперед То Хорошие Разворачивающие Пасы Через Жоржини Через Ковачича Все в тему Все в такт Крутой Прям Буду сильно Рад И уже Не хочется Отпускать Пусть авто Пролетает Мы его встретим С хлебом С солью Надеюсь Все понравится Для этого Сегодня в английском Практиковался Нет По Другой своей деятельности Ну Да Надо встречать Надо встречать Во все аэропорты Ехать Вот Сначала Мы все посмеялись Порой Едет на просмотр Но действительно Похоже на то Что Он летит Чтобы его уговаривали Хотя на самом деле Это очень сложно Потому что Виза в России Ну Сейчас по-моему Всегда было тяжело Получить А Часто Особенно Даже Там Со связями Просто Отнимаешь Паспорт И все И он уже Никуда не улетает Ну Через Консульство Повезут его В Байер Или куда там Вайнтрахт Аугсбург Англичанин В России Не опасно? А Вот Кстати Здесь прикольно Я Вчера У своих Знакомых Друзей Скаутов Не Это вот Кирилла Друзья Скаутки У меня По Другим Источникам Там Есть Болельщик Челси Вот Он Сильно Говорит О том Что Это вот То самое Поколение Английских Футболистов Которые Не Вот Те Англичане Которых Мы Привыкли Видеть В Барах В Европе А Которые Ну Супер Понимают Что Они Хотят Делать Очень Правильно Там Воспитанные С точки Зрения Профессионализма И вот Про Тина Все впечатления Что это Очень Hardworking Гай Очень Старательный Понимающий Там Никогда Не было Никих Вопросов Ни с Дисциплиной Ничего То есть Вот Там Те же Соко Бака Маунт Его По-моему Чуть Постарше Не помню Маунт На 2 года Старше Я проверял Думал Не пересекались Если они Не играли Где-то Вместе Но Не нашел Ничего Такого 99 Года Рождения Маунт И 2001 Года Рождения Анжорин Ну вот Если Еще Да Правда Что Он Его Условия По арендам По продолжению Карьеры Это команда Которая Борется За Высшие Места В своей Лиге Будет Участвовать В Еврокубках Вот Тогда Как-то Ну вот По Тому Тому Что Да И Тот же Реддит Тот же Твиттер Все Исключительно Про Что Поколение Это Англичан Которые Очень трудолюбиво Понимают Что Как И зачем Там Академия Челси Где Где Все Правильно Закладывают Там С точки Дисциплины Отношения К делу Мне кажется Здесь С ним Не должно Быть Таких Проблем То есть Вот Тут Скорее Про Ненавижу Эти фамилии Рискин Раскин Раскин Кайф Вот Скорее Туда Могут Возникать Вопросы Что Там Опасно Такого Человека Привозить Привозить В Россию Это Как Листьен А По По Тино Мне кажется Что Человек Приедет Делать Себе Еще Больше Имя И за 45 Миллионов Фунтов Стерлингов Уезжать В Сити Ну Согласись Все таки Довольно Странная История То есть Можно Понять Когда Там Всякие Беллингемы Едут В Дортмунды И в Прочие Вот С АПЛ Уровня И они Там 100% На виду Они Все равно У них Всегда Есть Опция Вернуться Обратно На Хорошие Контракты И так Далее Парень Который Из Челси Уедет В Страшную Холодную Россию И непонятно Что с ним Будет И непонятно Будут ли На него Здесь Вообще Смотреть И Ну Явно Российский Футбол В Англии Не слишком Катируется И Просто Про тебя Могут И забыть Мне кажется Что В этом плане Выбор Для Игрока Не самый Амбициозный У него же Точно Совершенно Есть Выбор В чемпионшипе Куда Очень часто Уходят Эти игроки И Море Истории О том Как молодые Игроки Из чемпионшипа Поднимаются Наверх И становятся Там супер Топ Звездными Футболистами Грилиш Если не ошибаюсь Имеет Очень хорошую Историю Игры Именно Как раз В Чемпионшипе Почему Что может Сподвигнуть Этого человека Вот этого Таланта Про которого Плачут Все болельщики Челси Как не зайдешь В твиттер Они все спрашивают Господи Почему локомотив Господи Почему мы его Отпускаем А не пошел бы Этот русский Клуб Нафиг Что может Сподвигнуть Вот этого человека Перейти Именно к нам Да ничего Вот поэтому Страшно Поэтому и очень хочется Чтоб действительно Завтра прилетел И все это Сложилось Понятно Ну Смотришь На альтернативы Действительно же Понятно Что Много кто Его знает Готов Подписать И Возможно Это вот Тот Рангник эффект Знакомство с Тухелем Тухель Который Говорит Ему Что Парень Это отличный шанс Для тебя Вперед Становится Лучшим Бомбардиром Лиги Европы Прямо Сходу Вот Других Мнений нет И честно Если бы Не Ваня Карпов Если бы Не Точная Дата Когда он прилетит Я бы Абсолютно точно Подумал Что это Какая-то утка Потому что Такую фамилию Невозможно Придумать Серьезные источники Кроме Вани Карпова Это Корреспонденты Голком И Еще Какого-то Достаточно Известного Уже потом Когда Пошел Англоязычный Твиттер Стало Понятно Я имею в виду Что Базово Первые 4-5 часов Больше Не было Особо Никаких Подтверждений А тут Прям Иначе Бо Не поверил Очень Мне кажется Что это Тот Трансфер Который До конца Ты Не будешь Верить Пока Не покажет Да Либо пока И сам Марко Не верит Идет на тренировки Но Перспектива Россия Москва Классный город Окей Крутой город Если Игрок приходит И занимает Последний Легионерский Слот Заканчиваем Лимон Трансферную Компанию Или На твой взгляд Нужно Еще что-то Поменять В локомотиве Я постоянно Забываю Фамилию Залуиш Нападающего Да Да Раз в полгода Слышу Ну К сожалению Стали Заложниками Тем У него Очень весел Инстаграм Кстати Подпишись Там очень много Интересных Сторис Бывает Не про футбол Правда И Ну а как Вчера был Пост Или когда Позавчера Пост Ну как он Нарезочка Да Нарезочка Да Красиво Блин Зек Классный игрок Когда он играет Когда он в форме Даже сейчас он вышел Ну С Уфо Это было Отвратительно С Зенитом Это было неплохо Ну и вот Ты ждешь Что Может дальше Будет неплохо А потом опять Травма Хочется Чтобы было Не только Неплохо Хочется Чтобы было Не только Неплохо Но и У него Было Побольше Возможностей Включить С себя В футболке Локомотива В нарезку Потому что Это конечно Очень неплохо И мы все Очень Рады Тому Как Зелуиш Играл В лиге Чемпионов Но В ключевые Моменты Зелуиш Насколько Помнишь Лажал И не забивал Забивал Лисакович Забивал Антон Миранчук Но не Зелуиш И Вот его Голы Это вот Гол С углового В проигранном 1-5 матче Да хочется Нападающего Какой сезон Какой год А что делать Зелуиш Шейхи 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 Единственная Мне кажется Опция Ну то есть Продать За любые Деньги Прямо Здесь и сейчас Ну он еще Пока не так Стар Я думаю Что миллиона За два Его Могут Забрать Но это Нужно Постараться Ну К сожалению Так Мне кажется Дороже Обойдется Локомотиву Отсутствие Нападающего Самые Самые Важные Моменты Так по сути Несколькими победами В лиге Европы Вполне Можно будет Отбить Вот эту Разницу Продажи Травмированного Зелуиша От продажи Здорового Зелуиша Ну Но не верится Да Если уже там Пишут о том Что Локомотива Нету Средств На Трансфер Тино Полноценный Прямо здесь Сейчас То Не верится Что придет И еще Нападающий На прошлой Неделе Натнулся На Нарезку По-моему Обзор Локомотив Урал Это Последний Тур Вот тогда Когда уже Занял Локомотив Второе место Позапрошлый Сезон Как там Фарфан Вышел на Замену Как человек Открывается Ну блин Отбровки Параллельно Линии Защитников И просто В один момент Делает Правильно Шаг Два раза По-моему Да Один на один Выходил Не переиграл Берин Ой Кто там В Уральд Не знаю Кто там В Уральд Тогда играл На воротах Кадзюр Наверное Но вот эти Вот открывания То есть Когда человек Прям с бровки Бежит мимо Четырех Защитников А потом ныряет В свободную зону Ну это конечно Космос Хочется нападающего Чтоб он забивал Чтоб он открывался Чтоб он делал разницу Федор хорош Но Это Федор Есть же еще Такая опция Как Назовем его Под кодовым названием Рубин Отзаявить Зе Луиша И взять например Кого-нибудь в аренду На полгода И в этот момент Лечить усиленно Зе Луиша Посмотреть Может быть Новый медицинский штаб Сможет Избавить его От проблем Которые его Преследуют И дальше думать О том Что с ним делать Уже в зимнее Трансферное окно Ну мне кажется Если его не продать То банально Не будет Средств Это же И там И зарплата Достаточно высокая Слишком раздутый Будет Зарплатный фонд И нет Первоначального Даже если Это какая-то Рассрочка Либо платная Аренда Мне кажется Так Локомотива Нет Свободных финансов На план Зе Луиш На план Рубин Но и тоже Два месяца Но его можно будет Оставить заявки На Лигу Европы И когда Травмируется Фотосмолов В середине Сентября Ну да Когда все Травмируются И К декабрю Окажется То что у нас Нету футболистов Как Случайно И никогда До этого Не бывало У нас будет По крайней мере Один форвард Который может выйти Со скамейки Потому что Он не участвует Ни в каких Других матчах И он Целенаправленно Готовится Именно там К пятому Декабря Условно говоря Когда будет Последний тур Лиги Европы И выдаст Весь свой максимум После чего Шейхи Обязательно его купят Нет? Заявляем З И подписываем Эдера Элерт Он до сих пор Свободный агент Да и Фарфана Я думаю Тоже можно Сейчас Не очень дорого Приобрести Правда По-моему Фарфан Опять Так и не Вылечился От своей травмы Тут спрашивают Например Что ты думаешь Про Центральным Защитником Потому что Есть же еще Слух Про Ахмед Ходжича Который Тоже Вот Вывел Свой Мальме В Лигу Чемпионов И Может С чистым Сердцем Покидать Свой клуб Сказав Что он Отдал Отдал Ему Все Что Мог И Перейдет В Локомотив В целом Линия обороны Укомплектована Или Можно там Ожидать Каких-то Изменений Я много Решен Трансфермаркт Пришел Нет По-моему Кто-то Из русских Русскоязычных Инсайдеров Вкинул И потом Пошли Вот такие Подробности На Кофейной Гуще О том Что Ахмед Ходжич Сказал Что Российский Чемпионат В принципе Довольно Сильный По-моему Изначально Было Как раз Что Я помню Эту картинку Типа Эксклюзив Русский Трансфермаркт Ну И Может Быть Да Даже я Не Интересующийся Молодыми Бестами Знал Эту фамилию И Вы тут же Подтвердили Что это Супертоп Один из лучших Проспектов Центральных Защитников Своего поколения Ну Не очень верится Ну и плюс Я не думаю Что Пабло Горит желанием Уходить из Локомотива Мурила Мурила Хорош Наверное Я не думаю Что Ну это Просто Слишком Много Даже Трансферов Даже Так Мне кажется Что центральный Защитник Прям Сейчас Не приоритет Ты веришь В то что У Мурила Травма И просто Он так долго Восстанавливается Думаю что Да Ну Я Ну Мурила Локомотив Не захочет Продавать дешево А дорого Его сейчас Никто не готов Купить Конечно Если Есть Приложение На 7-6 Миллионов То конечно Спасибо большое Мурила Мы теперь Обойдемся Без голов Сугловых Вряд ли Кстати Обойдемся Лучше все-таки Забивать их По Вратарской Проблеме Что думаешь Есть Гильерми И Тебя Не колотил Мандражек Вот эту Всю предыдущую Неделю Перед матчем С Краснодаром Когда Подливали Маслица В огонь О том Что Гильерми Не занимается Нет Не буду Говорить Почему Но С другой стороны Смотрим У Гильерми Уже желтая Карточка С Зенитом Получал ли он За затяжку Времени Где-то еще Думаю что Нет Но Вероятность Того что он Сыграет Все матчи В сезоне Достаточно Низкая Коченков Топ И лучший Второй вратарь В истории Человечества После Пинто Барселонского Сейчас он Скорее всего И в пятерку Вратарей Первого номера Войдет В этом чемпионате У меня есть Такие ощущения Почему-то Ну В сборную Может вызовут Десятым Вратарем Там не хватает Я говорил о том Что когда у нас Вот этот лимит Ввели по ЕАЭС Что наконец-то Коченков Может исполнить Свою мечту И сыграть За сборную Киргизстана Он же оттуда Родом из Бишкека И он не будет Считаться легионером При этом Худяков не топ Прямо сейчас Абсолютно точно нет Это Все еще мальчик Это видно По тренировкам По Тем сборам Где он играл Мальчишка Безусловно Видел бы ты Что устроил Вратарь Бронбю В матче с Альцбургом Похожий эпизод На то Что было на сборах С Худяковым Просто взял И отдал Передачу Сопернику Когда там Даже близко Не было никого Из игроков Бронбю Тоже Молодой парнишка Стоит в воротах Ну это так Автоп Сбил Смысли О том Что Худяков Классный Но Всегда Я уверен Что у него Очень много Авансов Из-за его Крутых Крутых Внешних Физических Данных Но То что Это человек Который Не готов Прямо сейчас Быть Выходить На поле Я уверен Что Савин Сейчас Катируется Как второй Вратарь Даже не если А когда Гильерми Не сможет Принять Участие В матче Именно Савин Выйдет Мне нравится Кстати Савин Неплохой Вратарь Но Как он Притягивает Голы Вятки Через себя С 35 метров Это конечно Поразительно Очень Такой Нефартовый Вратарь Но Мне кажется Что Криченкова Необходимо Было продлевать И искать Кого-то еще Но Мы много раз Обсуждали Это вся та же тема Коженкова Лантратова Но Гильерми Топище Очень рад за него Что он получил В сборную Надеюсь Что Он сыграет Свой Мейджор Турнир На национальном уровне За сборную России В Катаре Посмотрим Посмотрим Как он Точно Этого Достой Посмотрим Как он Себя Будет чувствовать После тренировок С Кафановым Потому что После Сборной Черчесова И Гинтера Састаучи Гильерми Был в настолько Плохом Состоянии Не знаю Психологическом Или форму Так быстро Умудрялся терять Что Нам приходилось Его По крупинкам Собирать Чтобы он Наконец Пришел в себя И Как раз Вот Лучшие Свои эпизоды Своей Локомотивской Карьеры Вот в этот Период Он выдавал Когда Его наконец Перестали Вызывать В сборную И весну Он провел Уже Просто чудесную Не хочу Я чтобы Наших футболистов Вызывали в сборную Но посмотрим Как это будет Хотя бы В штабе Карпина И тренера Вратарей Кафанова Который Ну все-таки Считается Лучшим Тренером Вратарей Который Даже Из Медведева Сделал Что-то Удобоваримое Слушай Я совершенно Забыл Про Еще одного Тина Мы поговорили Про одного Тина Я такой Ну все Про Тину Поговорили Едвай Как тебе Как тебе Наш Хорватский Заменитель Чурлуки Мне очень Ну Тяжело Конечно После матча Суфой Был что-то Говорить Но Так Настороженно Матч С Зенитом Я считаю Что провел На хорошем Уровне Так Я же Сейчас Не ошибся Не знаю Да Все правильно В основе Пабло Едвай Потом Макеев Потому что У нас Заменил Баринова Все правильно С Зенитом Сзаменитом Сыграл Здорово Хорошо Смотреть Они В паре С Пабло Первый Тайм Во втором Вся команда Перестала Играть Футбол Вот этот Вот отрезок Когда Локомотив Стал играть Большинстве И пускать Атаку За атакой Пропала Середина Поля По Такой Игре Зенита Очень тяжело Играть С Пабло Поэтому Там Не могу Что-то сказать С Краснодаром Я только Вчера Посмотрел Матч Полностью Хорошо Прям здорово Очень круто Выдергивается Это позволяло Локомотиву Вот делать Те самые Необходимые Атаки В тот момент Когда Краснодар Позиционно Вставал Вот На чужой Половине Поля И За счет Быстрого Врывания Вперед Накрывания Там Кого-то Из Атакующих Полузащитников Краснодара Быстрый Перехват Меча Быстрый Выход Из обороны И вот Ты уже Рехват Жемельединов Который убегает От двух Центральных Защитников Краснодара Которые Были в полупозиции А то Что он Отлетел От Кордобы Ну Очень сложный Эпизод Классный Пас Классана Когда ты Просто Ну Мне кажется Все-таки Был Нечитаемый Я несколько раз Посмотрел Достаточно В замедленном Ну Классан Классно сыграл И Едва Я не ожидал Этого Момента И поэтому Оказался Он даже Нисколько Проиграл Борьбу Как мне кажется А сколько Вот изначально Был в неверной Позиции Не под Такой пас В дальнюю ногу Потому что То есть Он изначально Уже был В проигрышной Позиции То есть Я не могу Сказать Что он Да Проиграл Борьбу Там вот Она была Проиграна В момент Когда Классан Этот вот Супер пас Выдал В дальнюю ногу Кордобе Давай Плавно Ворвемся В сезон И Скажи Что тебе Больше Всего Понравилось Какой-нибудь Самый яркий Эпизод Самый яркий Не знаю Гол Матч Или Вот Изменение Схем Ну в общем Что тебе Больше всего Запомнилось На старте Сезона В Локомотиве Смолито Который Забивает Голы Возрождение Федора Смолова Ну блин Я не могу Назвать Это Возрождение Ну Сенитом Это Было Тоже Очень Плохо Я Видел Своими глазами Как вот Федор Получает Мяч В середине И Дает Пас Внешней Стороной Стопы На Золуише Но видел ли ты Как он забивал Пенальти Видел Как он забивал Пенальти 90 плюс Минуте При счете 0-1 Да круто Но Вот Я просто Я не Смотрел Первые 65 минут Матча с Краснодаром И когда я Увидел И прочитал Сообщение О том Что он Мне да С Кириллом Потом общались И Кирилл Могут Блин Смолов Был во всех Атаках Пронимал Мячи На грудь Оставлял Себе И Протаскивал Между зонами И выдавал Отличный пас На лица На рифата И на комонор Взывая атаку Ты же понимаешь Слова Кирилла На 3 надо делить Да Но я вчера Посмотрел Полностью матч И увидел Как Гильерми Убивает от ворот Смолов Принимает на Грудь Вторым касанием Разворачивает Чужим воротом И начинает атаку И это было Круто Смолов С Краснодаром Провел Очень сильный матч Мне кажется Ему очень удобна Вот эта вот Схема С четырьмя Нападающими Когда Жема И Каманов Очень здорово Еще и отрабатывают Сзади Успевают Очень Выглядит Неорганично То есть Вот Тем самым Под Нападающим В Схеме С двойкой Впереди Но Продлиться Для этого Долго Не знаю А так Ну конечно Большие эмоции Это матч Зенитом Это стадион Футбол Без стадионов Не такой эмоциональный Каким бы мог быть Сколько У меня нет абонемента Потому что Клуб Ни разу не напомнил Мне о том Что мне необходимо Купить абонемент Ну прям Ни разу Вот это Первое Раз пришло А потом я думал Ну куплю 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 Потом я знал Что не будет Зрителей На матче С Тулой И знал Что у меня не будет В Москве Поэтому думаю Ну окей Куплю после первого матча Минус Стоимость Первого Матча Не придется Никому Пристраивать абонемент А потом Бац И продажа абонементов Закрыта И судя по всему До конца года Будут ходить Только те Кто Приобрели абонементы Потому что Вряд ли В текущих условиях У нас Кто-то допустит Больше трех тысяч На стадион Сколько ты В итоге матча Посмотрел Со стадиона Такая Домашка Только один Да Зенит У меня был Билет на ЦСКА Локомотив Но не получилось Зенит Там был С Краснодаром Был тоже Не в Москве Динамо Надеюсь Сейчас получится Да На Динамо Вроде как Добрые люди Помогут С билетом И вообще Да Большое спасибо Всем В том числе В Локал комьюнити Знаю Что Не только мне Но еще и Ребятам Помогли С Билетами Там На Краснодар Кого-то провели По ненужному Абонементу Классно Что мы Немножко Постараемся Помочь Друг другу За это Всем тоже Большое спасибо Скажу за себя Да Тоже Самое Что мне нравится Вот в этом Стартовавшем Сезоне Это Изменение Схемы И то Как Николич Реагирует На происходящее В матчах Не устаю От этого Кайфовать Много раз Я в подкастах С тобой Поднимал эту тему О том Что Ромб Это не идеальная схема Для нашей команды Что как только Кто-то из него Выпадает Сразу все Будет ломаться Крушиться Потому что Игроки Просто Ну Ты начинаешь Их ставить Не на свои позиции Она для них Неудобна И вся И вся Вот эта Идея Ромба Она просто Рушится И Когда мы Снова Вышли С этим Ромбом Играть Против Зенита И мы Снова Отхватили Ровно Те же Самые Проблемы Которые Были И в Прошлом Матче 1-6 Который Закончился Я думал Что Ну блин Ну опять На это Смотреть У нас Уже Нету Мухина Потом Там Через Некоторое Время Креховик Ушел Я боялся Что Сейчас Мы Вернемся И будем Опять В это Играть И будем Уже Пытаться Еще Как-то Дырить Затыкать Но Нет Вот Все Мы Перешли К 4-4-2 И Когда Эти 4-4-2 Не работают Николич Очень здорово Начинает Тасовать И Точечно Усилять Команду Усиливать Это было И в самом Первом Туре С Тульским Арсеналом Когда Он просто Снял Одного Опорника И поставил Дополнительного Игрока В атаку Это было Абсолютно Здравое Логичное Правильное Решение Это было С ЦСКА Это было С Краснодаром Когда выпускали Пабло И двигали Макеева Наверх И после этого Тот порыв Атакующий Который был У этих команд Он просто Сходил на нет Потому что Пабло И его партнер По обороне Там Едва И например В матче с Краснодаром Они выносили Все Внутри штрафной А Макеев Начал собирать Подборы Перед штрафной И зайти В нее Стало Очень тяжело И вот эти Вот такие Мелкие детали За которыми Ты смотришь И понимаешь Что ага Вот теперь Немножко Локомотив Развернулся Вот так А вот теперь Он развернулся Вот так А вот теперь Он играет Вот так То есть мы С ЦСКА В один футбол Играли С Зенитом В другой футбол Играли Да там был Период Когда мы После удаления Абсолютно Играли в неправильный Футбол Но удалось Его погасить С Краснодаром Закрытый футбол Отдали Краснодару Мяч относительно И выстреливали Контратаками Да это же Абсолютная Противоположность Тому что было С ЦСКА Когда мы их Не выпускали С их половины поля И вот это вот Мне очень нравится Гибкий Крутой локомотив Очень видно Что управляемый Тренером Вот такие вещи Я прям очень люблю И В итоге Получается то Что результат Он Для меня Закономерный Когда команда Тренерская Когда в команде Сильные футболисты Результат Всегда приходит Очки Всегда набираются Есть что прокомментировать? Тут не убивать Марка Действительно Вот Тогда Матч менеджмент Это Был каким-то Рофлом Мне нравится Как локомотив Переходит Со схемы На схему Между таймами Во время Матчей То есть Тот же Все понимают Что Павло Нужен был В концовке На матч С Краснодаром Очень правильно Очень грамотная Замена И Макеев Абсолютно Точно Готов И был Понимал Что Сейчас он Просто Чуть выдвигается Вперед И ничего В худшую сторону Не приходит Все понимают Как играть На нескольких позициях Как варьировать Вот эти самые схемы Конечно с Краснодаром В втором тайме Получилось плохо Но Там по-моему Некого больше было Упускать Сейчас смотрел С телефона Ну Тик Низян Не попал в эту игру Но Блин От него Что-то тяжело Было Что-то требовать Получилось ли Погасить Атакующий порыв Краснодара Но если победили И не пропустили Второй Значит получилось Значит в целом Все было правильно Что Думаешь Про матч с Динамо Мне не понравился Зенит В Москве Поэтому я скажу Что Динамо Я думаю Что будет Самой сложной Командой Начало чемпионата Я достаточно понимаю Во что они играют Что от них требует Тренер Они провели Плохой матч с Уралом Но Это же зачастую так Что когда Блин Ты выходишь против команды Где нет половины состава Непонятно Она там болеет Ковидом Не болеет И тому подобное И потом Играешь Не очень хорошую игру сам Сто раз такое было У Локомотива Что вот Пуцко Кутепов Пара центральных защитников И сейчас Локомотив увидит Спартак И увидит Лигу Европы А нет Поэтому Ну Динамо Классный Динамо Бежит Динамо Понимает Во что будет играть Фомин В классной форме Там про Тюкавина Захаряна Не будем лишний раз Вопросы Конечно У них все так же По центральному защитнику Мне не очень нравится Вот этот Вот Бальбойна Когда Заболотный Выиграл Абсолютно все Против него В том матче Против Заболотного Абарана Локомотива Выглядела Очень Уверенно Великолепно И непроходимо Но это точно Будет сложно Кстати По-моему В чате Вчера Михаил Абрамов Подметил Что мы подряд Играем с командами Которым проиграли В прошлом сезоне 5-1 5-0 И Сколько было С Динамой Да Суть вы уловили Там уж сами поправьте Поэтому Вот С Зенитом Зениту не проиграли Курсандару выиграли Надеюсь У Динамо тоже выиграем Но мне кажется Это будет Самая сложная Трех встреч Тебе Ну тоже Да Это даже не вопрос Просто довольно забавное Наблюдение Что у нас на Первом И Если считать Локомотив На втором месте Команды У которых Немецкое Руководство И Я давно Уже подметил Эту штуку О том Что как только В каком-нибудь Футбольном клубе В России Появляется Более-менее Хотя бы Грамотное руководство Не просто Рандомные действия Эта команда Даже не обладая Таким каким-то Топовым составом Не обладая Чем-то Гениальным Она просто Резко Летит Вверх То же самое Например Вот с Химками Происходит Да Команда Абсолютно Неукомплектованная Была Но туда Пришли Более-менее Люди Которые Что-то Начали делать Начали делать Адекватные вещи Начали брать Адекватных Футболистов И химки Просто Хоп И на дрожжах Поднялись Вверх Сейчас туда Еще и добавилась Достаточно Интересная Селекция Тоже Говорил о том Что Сейчас Если брать РПЛ То Самая Интересная Для меня Селекция Она Именно В Химках Потому что Туда Берутся Молодые И Абсолютно Неизвестные Мне Футболисты Которые За которыми Приятно Наблюдать Вот Прикольно Что Динамо Ну просто Да Она же в прошлом Сезоне Не попала В Еврокубки Но они Не стали Шарахаться Они Не делают Каких-то Там Сумасшедших Покупок За 20 миллионов Как Корду бы взять Да Они просто Планомерно Они знают Чего хотят Они четко Понимают У них есть Стратегия И они По ней Двигаются Да Есть Проблемы На мой Взгляд Тоже Я согласен Что проблема В центре Обороны Она Довольно Странная Там есть Ордец И Бальбуина Которого Взяли На Бесплатном Трансфере И при этом Заткнули Евгеньева Игрока Сборной России На секундочку Не совсем Понятные Для меня Вещи Происходят В этом Плане Но Тем не Менее Тем не Менее Играют Забирают Очки И Макаров За 9-10 Ну Это Скорее Реальности Российского Рынка Но Тоже Понятно Зачем Им нужен Был Макаров После Травмы Лесового Об этом Вообще Вот Уже Речи Быть Не Может Лесовой Давал Им Обводки Лесовой Давал Вход В штрафную С помощью Этих Обводок То же Самое Будет Делать Макаров Еще И Удар Появится То есть Ну Абсолютно Понятная И логичная Трата Да Большая Но Это Российский Рынок И Если Они Могут Себе Это Позволить Значит Могут Прикольно Как они Решили Проблему С нападающим Отдали Камличенко И сделали Ставку На Тюкавина Который Полностью Отплачивает Им За Это Доверие Да Это Тоже Своеобразный Риск Потому что ЦСКА Например На Федора Чалова Так и Не сделали Ставку Хотя Чел Первые Два Года Забивал Больше Чем Все Остальные Нападающие ЦСКА Вместе Взятые За Оставшийся Период Как нам Играть Против Динамо Что Вот Мы Несколько Моделей Игры Локомотива Увидели Там Цисковская Модель Зенитовская Модель Краснодарская Модель Что Нам Нужно Против Динамо Нужно Ли Давить Прессингом Или Нужно Закрыться На Своей Половине Будут Ли Работать Контр Атаки Вот Как Думаешь Ну С точки Зрения Того Что Я Там Видел У Динамо Будь Я Прямо Сейчас Не сильно Много Готовясь К этой Игре Первая Мысль Была Б Краснодарской Схеме Не Очень Сильные Не особо Бегущие Два Центрального Защитника Высоко Играющие Фланги Там Локсальт Наверное Будет Слева Справа Варелла У них Теперь Играет У них Скопинцев Практически Уже Не Играет Варелла Локсальт Это Два Крайних Защитника Уругвайских Ну Вот И Получается Да Что Высоко Играющие Фланги Не Очень Быстрые Центральные Защитники Хороший Фомин В середине Но Вот Все То же Самое Что Чуть Сзади Хороший Перехват В середине Поля Кстати Да Почему То В том Числе И даже В Повторы Первого Гола Против Краснодара Не попал Эпизод Вообще Который Сделал Этот гол Это Великолепный Перехват Димы Рыбчинского Отличный Пас В темп Нарифата И вот Этот гол Там даже Повторы Начали Показывать Именно С момента Когда Когда Жемлединов Уже Блечом Плечет Сорокин А на самом деле Гол Сделал Когда Здорово Пошел Вперед В пресс Отнял Мяч И Прекрасный Дал Быстрый Пас В атаку Сразу Поэтому Вот Примерно Кажется Что Возможно За счет Е2 За счет Рыбчинского За счет Перехватов Бары Куликов Также Локомотив Получится Уходить В контратаке Против Динамо Мне кажется Локомотив Начнет Примерно Как-то Так По составу Хорошая опция Но По составу Ждешь ли Каких-то изменений Может быть К этому Готов По составу Ждешь ли Каких-то Изменений Чего-то Какие-то Может быть Сюрпризы Думаю Что Один в один Как с Краснодаром Что У нас Там Возможно А Ну Кто Знает Кто Будет Играть Правого Защитника Никто Не знает Ну По большому Счету Да Ну То есть Понятно Да Мы Наверное Не ждем Никаких Бег Вряд ли Он даже Успеет Приехать И выйти На Замену Центральные Защитники Макеев Е2 Это у нас Уже Такая Основная Пара Центральных Защитников Получается Ну Мурила Я думаю Еще Подпортят Им Немножко Нервишки Если Быстро Вернется Но На данный Момент Да Против Динамо Против Тюкавина Я бы Не делал Ставку На Павла Поэтому Кажется Что здесь Довольно Однозначно То есть Не понимаю Не понимаю Почему Прямо Сейчас Не уезжает Лечиться Есть Такое Если Это правда Про то Что Ему Там Поедет он На обследование Куда-то В Германии В Италию Я не понимаю Готово Я так понимаю Возвращение Алексея Это вижу Такое же Как и с Зенитом Когда две Команды Достаточно Сильно Опасаются Друг друга Уже Нету Тех Сил Которые Были На Старте Сезона Да Этот Отрезок Заканчивается И сейчас Нужна Пауза Нужен Отдых И скорее Всего Две Команды Будут Играть Очень Осторожно Большого Количества Голов Я бы Не ждал Тем более Что Динамо В принципе Мало Пропускает И И несмотря На все Вот эти Вот их Проблемы С защитниками Пропускают Они По Большим Праздникам Ну если Это только Не Гамит Агаларов Как думаешь Как думаешь В чью Пользу Закончится Этот матч И Каково Будет Течение Этого Матча Ну вот Так Попробуй Предсказать Событие Своим Олеги Чемпионские Шамани Так Ну Очевидно Что игра На три Результата Хотелось Чтобы Локомотив Подарил Хорошее Настроение Пятничным Вечером Я думаю Что Это хорошее Настроение Безусловно Конечно Будет Хорошая Победа Но Ничья С Динамо На старте Сезона Хоть и Номинально На выезде Которая Еще и Даст 12 очков Правильно Включается Да 12 очков В шести Матчах В целом Это Удовлетворительный Будет Результат Проигрывать Совсем Не хочется Это и Отпускать И Я думаю Что Локомотив Будет Бороться С Динамо Примерно До Конца Чемпионата Поражение Это Плохо Для Вот Этого Личных Встреч Это Поэтому Я думаю Что это будет Скорее Закрытый Футбол В плане Того Что Не будет Не так Много Моментов Но Контратаки Должны быть И у тех И у тех Достаточно Веселые Особенно Если Локомотив Решит Поиграть Чуть Повыше Я Кстати Поймался На мысли Что Практически В ни одного Полного Матча Когда бы Захарян Творил Не видел Надеюсь Не увижу И фейтницу Давай Тогда Поговорим Про Европу Про Лигу Европы В которую Попал Локомотив И в пятницу Будет Жеребьевка Перед матчем С Динамо В два часа Насколько я помню Только в четверг К сожалению Мы узнаем Вечером Полный состав Всех корзин Но На данный момент Уже точно известно Что Локомотив попадает Во вторую Корзину И Соответственно Получит Одного соперника Посложнее Хотя Там есть Варианты И Двух соперников Попроще Хотя И там Тоже Все Очень И Очень Неоднозначно Есть даже Мнение О том Что Лучше бы Локомотив Попал в третью Корзину А не Во вторую Что думаешь По поводу В целом Нынешней Лиги Европы И в целом Про Притязание Притязание Локомотива В этом Розыгрыше Еврокубков На что Мы Надеемся На что Мы Претендуем И Какой Результат Ты сочтешь Достаточно Хорошим Извини Прослушал В пятницу С утра Да Жеребьевка В два Часа дня В два Часа дня То есть Четверг Это будет Вечером Когда все В чатик Будут кидать Результаты Вот этого Рандомного Я планирую Планирую Тоже Сделать Видосик Своей Собственной Рандомной Жеребьевки Как это Делал Два Года Подряд Эти два Года Локомотив Занимал Четвертое Место В группе Лиги Чемпионов Неважно Все равно Сделаю И Покажу Вам Что я Нажеребил Если бы Меня позвали На церемонию Но Давай Рассказывай Что ты ждешь От Лиги Европы Евровесну Нет Это будет Кайфово Ну Нужно Выходить Евровесну Я думаю Что такая Задача Поставлена Перед Командой Марка Тоже Это Понимает Что Я Лично Как Эгостичный Болельщик Жду Это Конечно Как минимум Один Топовый Евровыезд В Будапешт Очень Хочется Я Еще не Занимался Вот этим Вот Поиском Стран Куда Можно поехать И где Еще И открыты Стадионы Но Я так понимаю Что Ближе к Жеребьевке Это в том числе И кто-то Сделает за меня И мы будем Понимать За какие В Будапеште Точно Открыто Я видел Это На чемпионате Европы Ну И по-моему Там и рейсы Скоро будут Прямо открыты Ну Да Это мы Ждем Уже Со дня На день Мне кажется Будапешт Это вот Такой Выезд Номер Один Вообще Команда Номер Один Ференс Варыш Которую Хочется К нам В группу Потому что Ну Вот Это И Евровыезд Это И Вроде Как Будет Открытая Страна Это И Доступный Достаточно Выезд Хотя Сейчас Билеты Всюду Дорогие Но Тем не менее Дешевле Чем Не знаю Там В Испанию Сейчас Куда-нибудь Попасть Сто процентов И При этом Атмосфера Там Будет Хорошая Стадион Там Хороший И Вообще Все Достаточно Прикольно Кроме Кроме Евровыездов Вот Именно Смотри Ты говоришь Про Евровесну И Евровесна В этом Розыгрыше Лиги Европы Это Понятие Очень Растяжимое Первое Место Это Восьмую Если не ошибаюсь Второе Место Это Тебе Одна Шестнадцатая Встреча С Вылетающими С третьего Места Лиги Чемпионов А третье Место Это Лига Конференций Тебя Любой Из этих Раскладов Устроит Думаю Что Кстати Да То есть Лига Конференций Окей Отлично Наверное Не очень Амбициозно Прозвучит Но Почему-то Пока еще Не кажется Что Не хочется Прям падать Великой Конференций Поэтому Конечно Хочется Первое место В группе Уверенный Выход И Где мы там Финал Играем Бронем Билеты В Албании Проживание В Албании В Албании Вот Еврочашка Будет Топ Забираем Еврочашку Хвастаемся Перед Газаевым Но Лига Конференций Первое Тоже будет Неплохо Но Наверное Да У меня Действительно Больше Хочется Хорошую Игру Избежать Вот этих Достойных Поражений Очень От них Сверлит Душа Уже Три года Чатик Начал Читать По привычке В Албании Удаст Поэтому Вот Хочется Наверное Больше всего Эгоистично Хочется Евровыезд И Побед Хорошо Чтобы наши Молодые ребята Себя проявили Вот как-то так Пока еще Знаешь Вот это вот Нет ощущения Как было В прошлом Позапрошлом году Что вот Когда ты Примерно Сформировал свое мнение Относительно Лиги чемпионов Видишь Группу Или видишь Предполагаемую Группу Вот Когда Было ясно Что Мотив В четвертой Корзине Ну Ничего хорошего Ты от этого Не ожидаешь Дай бог Дай бог Чтобы не атлетика А потом Опять атлетика Те выпадает А сейчас Вообще Я Не особо Смотрел Состав Даже Групп Так Пробежался Но пока Не составил Для себя Ни топ Ни Антитоп Там Ну в Турцию Наверное Да блин Может даже В Турцию Хочется Давай Я пока Сам Своё мнение Расскажу Про Того Кого я хочу Кого не хочу А ты Тоже Посмотри И соответственно Следующий Мой вопрос Будет Кого ты Хочешь Кого ты Не хочешь Очень Я хочу Да Вот Ференс Вареш Я уже Сказал Потому что Это Наверное Сейчас Идеальный Просто Идеальная Команда Для того Чтобы Все таки Съездить На Евровыезд По всем Остальным Командам Я Ну По большому Счету Не уверен У нас Есть еще Шанс С Лудогорцем В Болгарию Есть Нормальный Выезд Но Болгария Это Ну Вот Я не был Сам в Болгарии У меня Жена Каталась В Болгарию И все И то Что она Рассказывала Это то Что ощущение Европы В Болгарии Нету Вообще Никакой То есть Это скорее Возвращение Куда-то Вот В старое Доброе Прошлое Чем В Светлое Будущее Светлое Европейское Будущее Но По крайней мере В Болгарию Тоже Можно попасть И поэтому Ладогорец Который Судя по всему Он у нас Он у нас Вылетал же Да Ну короче Есть шанс А да Вот он в третьей корзине Я вот вижу Что он в третьей корзине И мы теоретически Можем с ними Попасться Есть еще Греция И Турция И туда И туда Попасть можно Но Турцию Я Даже Несмотря на Без Вариативный Сезон Все равно Не хочу Грецию Можно В принципе Но там Есть свои Заморочки По Доступу По ПЦР-тестам И все такое И потом еще Ну Греция Это все-таки Такой вот Пляжный отдых Островной отдых И там еще Там нужно думать Как попадать У нас Олимпиакос Пирей Как туда попасть Короче Тоже все это Надо разбираться Не так все это Просто Не так все это Дешево Но Всем этим Вариантам Я был бы Рад Чего бы Я бы Наверное Не хотел Вот у нас Первая корзина Это точно Совершенно Олимпик Наполи Байер Латса И Славия Прага Как обычно Я бы хотел Соперника Из разряда Того На которого Хочется Посмотреть Да То есть Получить Славию Прагу Это конечно Очень прикольно И Торпишиковский Уже Не тот Что раньше Но Хочется Не знаю Посмотреть на Лат Точно не хочется На Байер Смотреть Но Латс Леон Наполи Это было бы По крайней мере Интересно Из третьей Четвертой корзины Хочется команды Которые мы Вынесем И поэтому И таким образом Попадем в Евровесну Аппетит приходит Во время еды Поэтому Лига конференции Это самый 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 Минимум На который я согласен И Ну На самом деле Вот Будет Немножко обидно Если мы Из второй корзины Отжеребившись Попадем В итоге В лигу конференций А там В третьей корзине Я почему говорил О том Что возможно Попасть в третью корзину Было бы не так плохо Там Короче Марсель Вестхэм Сосъедат Бетис И Фенербахче Ну то есть Фенербахче Точно не хочется А Бетис Сосъедат Вестхэм И Марсель Это команды Которые В общем-то Могли бы быть И в первой корзине Чего они в третьей делают В то время Как во второй Там всякие Селтики Цервена Звезда Франкфурт Глазго Ну Лестер Да Выделяется На их фоне Короче Походу Спартак Который в третью корзину Попадает Джекпот Срывает В отличии от нас Во второй Но тем не менее Тем не менее Все равно Считаю Что Локомотив Должен И Может Бороться С любым клубом Ну а в четвертой корзине Там уже попроще Там Штурм Антверпен Ференс Варыш Митьюн Галатасарай И Рапид Венский В общем-то Со всеми ними Играть можно И нужно Постоянно В твиттере Вижу Сообщения От турков Которые пишут Что В последних 25 матчах Галатасарай На европейской арене Галатасарай Выиграл только У Локомотива В последних 26 матчах Галатасарай Выиграл только У Локомотива В последних 27 И по-моему Уже до 30 Дошло Что в последних 30 матчах Своих Еврокубков Галатасарай Выиграл только У Локомотива И ни у кого больше Хочется Чтобы Перестали Нас вспоминать В таком Контексте Что скажешь Александр Так Ну я Мне скинули Этуальные корзинки Из первой Так у нас Олимпик Наполи Байер Лацо Байер Не хочется Совсем Лацо Наполи Я так понимаю Это Тяжелые Евровыездные Олимпик Плохо Начал сезон Только я помню Я же Никим их Опять не перепутал Да 1-1 0-3 Атанже 3-3 С Клермоном А кто их тренирует Кстати Там же Виллэш Боу Все грозился уйти Он ушел В итоге Или нет Да Сейчас я посмотрю Наш Старый друг Ну не совсем Конечно Наш Но ты его знаешь Не совсем друг Мне пишут Что Хорхе Сампаули Почему я должен Его знать Ну не Петр Бош Может быть Петр Бош Понятия не имею Мне пишут Что главный тренер Хорхе Сампаули Петра Боша Да Петра Боша Знаем Любим Ну Да Вот Олимпик Леон А я Марсель смотрю Я Марсель смотрю Ты Леон смотришь Все понял Да Развелось Олимпиков Продолжаем Ну да Таки про первую корзину Да Леон норм Я так понимаю Туда еще Сейчас Шахтер Если он не забьет Монако второй Не забил ли он еще Нет С которым Локомотив Будет разводить Динамо Загреб Тоже в первую корзину Хотим И Динамо Загреб В Хорватию Легко попасть В Хорватии Абсолютно Безвизовая И без Ковидная страна В Хорватии Очень легко попасть Я был в Загребе Но В общем-то Наверное Ничего против Не имею Попасть туда Еще раз Мне понравилось Мне понравился Загреб Мне понравилось В целом Записали Климат Страна И все такое Считаю Что записали Едем в Загреб Из первой корзины Во второй Классно Что Локомотив Туда попал А то Как обычно Не хватает Полочка Чтобы попасть На корзину Выше Но Действительно Третья корзина Впечатляющая Лодогорец Конечно Звучит Номинально Оттуда Не самой сильной Командой Смешно Что у него Самый высокий Рейтинг При этом У Лодогорца Да 28 Вестхэм В Англию Ну я так понимаю Можно конечно Съездить Ну да Вестхэм Не хочется Соседа Бетис Финнер Бахче Тоже Ну короче Лодогорец Норм Наверное Вестхэм Ну Вот смотри Три года Не играли с англичанами Ну когда-то же Должно это произойти Да Дарья Кунурбаев Очень порадуется Она очень просила Англию В группу Клокомотиву Чтобы ребятки Приехали Правда есть вариант Что она там уже Никого знать не будет Кроме Димы Баринова Наверное Ну вот видишь По этому метам Исключения Четыре раза Не попасть На британскую визу Тяжело А с четвертой корзиной Ну Галтосарай Точно нет Спасибо Не хочу Остальные Все прикольные Антверп Штурмградз Насколько я знаю В Австрию А очень много Австрийских команд Туда попадает Можно попасть Перелеты есть Россиян пускают Но карантин Нужно отсиживать Но по крайней мере Попасть можно Ну я думаю Там же есть Через Европу Я там уже Социативы Поизучал Ну В четвертой корзина По-моему Примерно Одинаковая В Турцию Кто-то писал В чате Почему не хочется В Турцию Ну потому что Ты там на стадионе Будешь чувствовать Себя отвратительно А все-таки Как бы выезд Это все-таки Еще и днемешку Про стадион Я очень сильно Боюсь Что я возьму Какой-нибудь Тур в Турцию На эти даты И подумаю То что Ну я же все равно Смотрю футбол По телевизору Ну зачем я буду Ехать в какой-то там Стамбул Из своего Пятизвездочного отеля Ну Почему бы Не посмотреть Футбол По телевизору По интернету Ну Я очень сильно Интернет будет И увозить Я очень сильно Боюсь Этой лени Потому что Ну Футбол В Турции Это не то Куда я хочу попасть Да То есть Как бы С точки зрения Выезда Конечно звучит Прикольно Но вот На стадионе Ты будешь Чувствовать себя плохо Тяжело будет Пойти на какой-то Центральный сектор На фанатку Все знают Все эти истории Как локомотив Ездил В турецкие На турецкие стадионы Организованы Вот поэтому Турцию не хочется Из четвертой корзины Я бы Во-первых Отметил Что Ференс Варыш Который я так сильно Катирую Это вовсе Не мальчики Для битья Это очень сильная команда Ее Правда Оставил Сергей Ребров И Этим самым Немножко Уровень понизился Но в целом Эта команда Все равно Остается очень высокого уровня И проблем с ней будет много А вторая команда Которую я в этом плане Отметил Это Митюланд И С ними Тоже Будет Крайне Крайне Тяжело Хотя Вот сейчас Если Рубин Купит у них Главного Их забивал За 7 миллионов Евро Может быть Будет и чуть попроще Но они туда купили Морони А Морони Это Игрок из моего Списка селекционера А это Знак качества Как вы понимаете Так что Наверное Митюланд Я бы хотел Меньше всего Ну Митюланд Был топ В прошлой Лиге Чемпионов Там Аталант Это очень Сильная И очень Классная Команда Которая Имеет Отличную Селекцию И При этом Там Хороший Тренер И хорошая Вот эта Система Игры Которая Никому Вообще Просто С ними Не бывает Аякс По-моему Так и Не победил Их Кстати Возможно Возможно Ничего Не могу Сказать Ну а вообще Классно Блин Еврокубки Снова Еврокубки Да Я прям Уже Ловлю себя Вот на этом Предвкушении Пятницы Я гораздо Больше Жду Жеребьевки Лиги Европы Чем матч С Динамо Если честно Конечно В прошлые Года Это было Ну Позапрошлые Да-да-да Прошлые Не берем В позапрошлые Года Жеребьевку Вообще Ждешь Просто Как Что-то Вот Запасаешься С там Кредитными Карточками Скайсканер Букинг Срочно Вот только тебе Жеребьевка Ты уже пробиваешь Рейсы туда-сюда Аэрбнб Где квартиры Подешевле Где там Что вообще Просто Это наверное Самый кайф Того что Я получаю От Еврокубков Это вот момент Когда планируешь Евровыезд Ты думаешь Куда поехать За сколько поехать На сколько поехать Как планировать Отпуск И все такое Я прям вот От этого наверное Кайфую больше всего Я думаю Многие из тех Кто было слушать Абсолютно этого Не поймут Но Ребята С полной уверенностью Если есть возможность Там Финансовая И по времени Евровыезды Это просто Топ По эмоциям Это Те Моменты Которые ты потом Реально вспоминаешь Целый год Турин Ницца Победа в Ницце Ну просто великолепная Три дня Которые Вот прям вот Наверное навсегда При том что я Там по И по работе И таким своим делам Достаточно много Где часто Бываю Но Евровыезды Когда у тебя Есть Одна Цель Футбольна Посетить стадион И она Кстати она даже Не приоритетна И ты вокруг нее Выстраиваешь Какой-то там Двухдневный Свой ритм жизни Это прям Очень круто Видишь новых людей И болеешь За классный клуб И даже В проигранном Жутко обидном Матче с Турином Евровыезд был топ Можно съездить На молодежку Молодежки не будет В этом году Вот давай Нет Никаких вообще Анонсов нет Ничего нет Судя по всему Очередной год Без Юношеской Лиги Ефа Но В прошлом году Же отменяли Потом хотели В январе запустить По другому формату Потом Объявили Уже провели Жеребьевку Через неделю Закрыли Короче Ну Это такой формат На который У Ефа Готова забить Что у них там Можно забить И При этом взять И там через неделю Сказать то что А нет Давайте мы в январе Проведем А потом сказать А нет Давайте не будем проводить Ну Пока никаких Вообще анонсов нет Ничего даже Близко Ну и по крайней мере В Лиге Европы Уж точно Грусть Тогда Берем Берем ли Сергеева Нет Не нравится Саш Возможно Упустил момент Кто-то из тех С кем ты играл В академии Кто в итоге Заиграл Ну С Арифатом Я Давно знаком До сих пор Поддерживаем Взаимосвязь Хоть он и был На год младше Но 4-5 лет Играл в команде 95-го года Номернички 95-го Ломакин Хоть и Не в высших дивизионах Тоже с нами Вместе мы играли Лобанцев Казахстан Покоряет Капитанит В своей команде Сегодня Поздравлял С днем рождения Самира Масимова По-моему Тоже еще где-то играет Не так давно В Олимпе Да был? Я понятия не имею Ну Был он у Беллидинова В Химкинском Еще Олимпе До того Как они уехали В Долгопрудный А потом вернулись Обратно Но Где он был Вот последний Там год Я понятия не имею Мне кажется В ФНЛ Име не было Конечно Лысцов И Аршак Это все Наш сильнейший 95-й год Сколько минут Ты укладываешь Прическу? Две Из них Минуты умываюсь Почему Пабло Плотно присел На лавку? Потому что В чемпионате России Ему здорово Бы играть В матчах Где локомотив Сильно много Обороняется Против Навесов А это Мать Зенитом А матч Зенитом Он провалил Какой Из трансферных Слухов Наиболее Вероятен? Не верю В Кино Не верю В Раскина Хочу Тина То есть Никакой Мнение По Цорну Как оценить Его в локомотиве? Я думаю Что его нужно Будет оценивать Не совсем По трансферам Мне почему-то Кажется Что он Будет заниматься Несколько Другой Не особо Спортивной Работой Именно о том Как уговорить Как провести Трансфер Там с точки Зрения Юридической И тому подобным Вещами Что думаешь По уходу Криховика? Как болельщику Сердечка Было очень больно Но Это было бы Неименуемо Через год И в целом Действительно Ситуация Вин-вин-вин Для трех сторон Локомотива Краснодара И Криховика Есть ли Инсайт Почему Чурлук Ушел Из тренерского Штаба? Я причем Даже спрашивал Никто Кто-то Скал Что узнает И Вернется Ответом Но Нет Ничего не знаю Что думаешь О дружбе Николича И Гурцкая? Ничего не знаю Кроме Не сижу В клабхаусе Согласен ли Саша Что Мухин В ЦСКА Играет Абсолютно Провально? Ну Это же Ты Главный Хейтер Мухин В ЦСКА Безусловно Но ты Что-то считаешь? Блин Камон Ну Ты В команде Без тренера По-моему Там у всех Все плохо Почему Не завидую Гракам ЦСКА Почему ты Не любишь Рыжих? Я Извинился Осуждаю Рыжих Футболистов Которые Приходят Спартак Вот так Было Правильно Так 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 Николич Топ Или нет? Николич Топ Спасибо Огромное Малых За Билеты На ЦСКА Ну Да Рад Поможешь Мне Кстати Я Попросил Там Достаточно Много Билетов 7 А потом Предложил В Ежи Тикет Потому что Мне Потому что Потом Оказалось Что Нужен QR-код Для того Чтобы Посетить У меня Двое Друзей Не Смогли Сделать И Мне Когда Передавали Сотрудники Клуба Сказали Да Да Мы Видели Что Есть Такой Барыга Который Хочет Барыжить В своем Ежи Чатике Немножко Обидно Было Потому что Все Хочется Только Своим И тому Подобное Но мы Потом Списались И Поняли Что Это Было Небольшое Недоразумение Все Нормально Спасибо Клубу За аккредитацию Кстати На Локовумен Вот Что Ты Ел На Обед Греческий Салатик Правда Обеда Сегодня Не Получился Это Было За 15 Минут До Стрима Вроде Успел Все Тогда Вопросы У чата Закончились У меня К тебе Вопросы Закончились Надеюсь На Хорошую Жребьевку Лиги Европы Надеюсь На Отличный Матч С Динамо Ну И Я Отпускаю Тебя Спасибо Есть там Что еще Посмотреть Футбол Не Закончился Но Я Вот Смотрю 23 Минут Зальцбурга Я Смотрю Бронбю Зальцбург Счет 1-2 Только что Бронбю Забил Они Выпустили Наконец С Лимоне Моего Протеже В Бронбю Там Два Моих Протеже Это Нападающий Ура И Опорник С Лимоне Хотя Там Есть еще Ряд Интересных 3-4 Минуты Забили Гол И Это все равно Смотрится Достаточно Грустно Потому что Общий Счет 4-2 Но По крайней Мере Мне не стыдно За моих Мальчиков Из Дании Ну и что Сейчас Сейчас у нас Зальцбург Идет дальше А Бронбю В корзине Ну Ну У Бронбю Должен быть Очень низкий Рейтинг 7-0 Это Худший Совершенный Рейтинг Четвертая Корзина Ну Они Вообще Не играли Они В прошлом Году Наконец Стали Чемпионами Дании После Долгих Долгих Лет Там Митюл Копенгаген Огромное Количество Ну Огромная Просто Гегемония Была Этих Клубов И Бронбю Наконец Спустя Много Лет Вот Благодаря В том числе Вот этим Вот Классным Ребяткам Про которые Я сказал Молодым Активным Смогли Завивать Давай не поедем Туда Четвертая Корзина Я был в Копенгагене Это было дорого А ты Не попадешь Я думаю Копенгаген Это Город Который Откроется Самым последним Уже после того Как вся Европа Будет открыта И все будут Звать русских К себе В туризм Копенгаген Все равно Будет говорить О том Что нет Ну мы пожалуй Еще немножко Побудем На своем Отдельном Совершенно Карантине И Не надо нам Никого Согласен Желаем побед И крутых Жеребьевок Не только группы А еще и чтобы там По турам По числам Все круто получилось У всех сложилось Приезжайте На иверовыезды Будет круто Так Я завершаю Подкастовую часть Продолжение следует